Верными помощниками огнеборцев служат их рабочие инструменты. Один всегда под рукой на поясе, другие ждут применения в автоцистерне. Багор, лом, ножницы для резки электропроводов, одна малая часть ручных немеханизированных средств спасения. Если же в беду попал сам пожарный, ему следует активировать датчик неподвижного состояния и дождаться бригады. Если пожарный не имеет возможности двигаться, датчик через какое-то время начинает пищать. Боб или боевая одежда пожарного состоит из каски, куртки, перчаток, брюк и сапог. Ничего лишнего, а главное, не превышает весе 5 килограмм. Школьники примерили на себя униформу спасателей и поделились впечатлениями. Первый раз надел каску? Да. Как ощущения? Крутые ощущения, мне очень нравятся. И одежда не такая тяжелая, как я ожидал. Как будто бы на голове огромный ком. Елисей Попов пришел на экскурсию в пожарную часть впервые. Ему одним из первых посчастливилось побывать в машине спасателей. Там все продумано и там так уютно сидеть просто. Остальные ребята также остались под большим впечатлением от автоцистерны. Как тебе пожарные машины, их внутреннее устройство? Мне очень понравилась вот эта машина, поскольку здесь больше всего деталей, чем в той машине, которая была запасная. Больше всего понравилось это то, что у каждого свое место и внутри есть кислородные баллоны. Там на крыше фонарь стоял, можно было его двигать прямо изнутри. Была как мини-диспетчерская, то есть нажал на кнопку и говоришь. Для пятого В-класса развилковской школы экскурсия в пожарную часть была проведена впервые. Их педагог отметила, что таким способом познавать новые профессии гораздо интереснее. Рассказывать о профессиях важно и нужно, но когда дети видят те профессии, о которых говорят, и могут потрогать и увидеть, и заинтересоваться, это, конечно, замечательно. Такие экскурсии позволяют расширить горизонты знаний детей и открыть для них новые профессии, с которыми, возможно, они захотят связать свою жизнь. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ Субтитры создавал DimaTorzok